Недавно у нас в театре в нашем городе прошла премьера «Беса» по роману Фёдора Михайловича. Нам казалось, что будет интересным расширить свой кругозор не только за счёт спектакля, но и, как мы надеемся, за счёт прочитанного романа. Хотя, конечно, лучше прочитать всё пяти книжья Фёдора Михайловича. Если мы берём отдельный роман «Беса», то ему попросили прочитать лекцию именно по этому роману Фёдора Михайловича. Если будут в конце лекции какие-то вопросы, я думаю, Павел Евгеньевич не отвечает, ответит на вопросы. Единственное, что я вас сразу хочу предупредить, если кто-то из вас уже смотрел спектакль, то Павлу Евгеньевичу пока вопросы по спектакля ему задавать бесполезно. На это была возможность после второй премьеры, когда мы общались с режиссёром, а в последнее время смотреть спектакль будет сегодня. Как-то сверять свои собственные ощущения с трактовкой режиссёров. И, в общем, я достаточно протянул, мне кажется, времени, надеясь, что ещё подойдёт опоздавший. В связи с тем, что опоздавших нет, помолеясь, начнём ещё раз. Представляю, разбил вам руки. Всего доброго и всего хорошего. Добрый день! Мне очень приятно вас видеть и ещё приятнее будет общаться с вами. По жанру обозначена лекция, поэтому вначале я какими-то монологами выступлю, а потом уже, действительно, если какие-то возникнут вопросы, можно не только о весах говорить, конечно, можно и другие какие-то вопросы, связанные с Евгением Михайловичем, поднимать. И мое дело, что, конечно, у нас есть определённый регламент, потому что там, вот сзади, я так понимаю, подбирает уже сама, там, спектакль, поэтому насколько позволит время не обстоять. И я, и вся посадка, позволения вас, что-то микрофон устроен. И кое-какие цитаты будет мне удобнее дочитывать. Я предложил такую тему для разговора, которая звучит так. Роман Бинса «Личное дело» Достоевского. Но я не имею в виду «Личное дело» в том бюрократическом плане, а «Личное дело» как то самое, которое самое. Вы можете удивиться, скажя, что остальные романы не личные дела. Конечно, все романы Достоевского и какого-то писателя, безусловно, это не личное дело. Но Достоевский это совершенно особый в этом смысле художник, который все вынимает из своего сердца, из своей души, из своего разума, переживает. И роман Бинса в этом смысле является каким-то совершенно исключительным. Не случайно именно в связи с работой над этим романом и в связи с работой над образом главного героя Николая Ставрокина Достоевский напишет фразу «Я из сердца взял его». На самом деле и Мышкин взял из сердца, конечно, и Караманцева взял из сердца. Но вот эта формула, она появится именно здесь, именно в этой рамке. И вот давайте посмотрим, что Достоевского подвигло на вот эту формулировку. Был такой критик Николай Николаевич Страхов. Человек, он достаточно образованный, начитанный, даже претендовавший на самостоятельное философское высказывание. Достоевский был с ним знаком еще с 60-х годов. Такой странный по характеру, как бы мы сказали сегодня, немножко. Он дружил с Достоевским, он дружил с Толстым. К Достоевскому он ходил каждое воскресенье обедать в 70-е годы. У Толстого он жил регулярно, каждое лето в Ясно-Поляне. И вот на следствии он как-то написал, откликаясь на очередное произведение, что вы у нас по многообразию планов, по многообразию характеров первейших превосходите даже Толстого. Но Достоевский умрет и Страхов напишет Толстого. Что этот Достоевский? Он все время пишет о себе. Одно и то же. Во всех его героях он все время один и тот же. Я приблизительно пересказываю, но смысл вот такой вот. Кстати, напомню тоже замечательные слова Достоевского. Самое начало его пути. Какой пути? Там еще пути не было никакого. Еще до начала пути 6 лет, когда он пишет брату в письме в 1938 году. Слова, наверное, их слышали, они многократно цитируются, но они замечательные, конечно. В 1938 году ему 17,5 лет, про то же следует задуматься. И человек есть тайна. Ее надо разгадать. Я занимаюсь этим всю жизнь. Да, нет. Ее надо разгадать. Если будешь заниматься этим всю жизнь, не говори, что зря потратил время. Я занимаюсь этой тайной. Вот он в 17 лет, еще не написав ни строки, он уже сформулировал так свою задачу художественную писательскую. И, безусловно, он до последнего своего слова эту задачу преследовал и пытался понять эту тайну человека. И сам, конечно, наверное, оставил еще большую тайну, что же это было за удивительное явление Федора Михайловича Достоевского. Как возникают произведения? Что является толчком, основой произведения? У Достоевского было два концепта, как мы еще сказали, модное слово. Два тезиса, с которыми он связывал начальную работу. И, так сказать, не то, что начальную работу, а связывал… Это два условия, можно сказать, без которых невозможно работать. Вот так точнее будет. Одно – он определял понятие поэма. И поэма – это не вот так, как жанрово определяется, да, крупное стихотворное предведение эпическое, а это некое видение художника той какой-то большой идеи, которая явлена ему в образе, в неком, или вот в сочетании образов, в какой-то картине, может быть. Она невыразима словами, это не программа, это не какое-то такое рациональное описание, не план. Это вот именно видение. И вот если поэма готова, если она состоялась, тогда уже все дело готово, пишет Достоевский в одном из писем. Задача художника уже эту поэму технически, так сказать, обеспечить. Раскрыть ее и не испортить. Сам он, правда, всегда жаловался и переживал из-за того, что у него мало времени и обстоятельства не позволяют эту поэму раскрыть, которая ему является. И он вынужден все время ее комкать и переделывать не так, как хотелось бы, а так, как нужно. Жаловался, говорил, что если бы у меня была возможность как у Толстого, Тургенева, Кончарова отделывать свои произведения от, смешно сказать, Между прочим, в связи с Бессой, он пишет своей племянницей Ивановой. Вот тогда бы, я, может быть, вы знаете, я не хвалюсь, когда пишет, но тогда бы я мог написать произведение, которое бы и через сто лет читали. Ну, прошло сто пятьдесят лет, мы продолжаем читать, а если бы он написал бы, если бы у него были эти два-три года, не знаю, может быть, и не написал бы. Это у него была тоже своя игра, своя техника, технология писания, нагнать себя в угол, поставить на край, на бездну, и там вот бездна на краю, так далее, и рождаться. Кстати, опять же, это все перекрещивается, отвлекусь к идиоту, который накануне Песов пишет, да, ведь он его там целый год компонует, там никак не может начать работу, планы разные отвергает, перебирает, а потом все забраковывает и пишет. Остается две недели до того, как рукопись отсылать в издательство, уже все сроки пропустил, все гонорары проел, совести у него уже больше не хватает, чтобы очередное письмо писать Коткову с просьбой о подсрочке, о деньгах и так далее, он понимает, что все уже, вот, надо писать. Остается две недели буквально, и он пишет, и тогда вот у меня ничто, ничто не удовлетворил, и тогда я взялся за самую трудную и самую сложную вещь, в которой никто никогда не решался, вот, написали, без выбросов положительно прекрасного человека. Никто в мире вообще не создавал такой вот отчасти, как только Антон Кихот, Сервантес, смотрите, остается две недели, да, крайний дедлайн, что называется, вот, он все варианты паркует и берется за труднейшую вещь, на которую никто не брался никогда. Вот, вот эта лаборатория творчества Достоевского поставит себя вот в такой, и тогда, тогда выстреливает это искры, и пламя костра романа сгорается, герой рождается. Так вот, это одна поэма, поэма, которая вынашивается, которая действительно, вот если посмотреть на Великой Петербурге, как его называют, романом Достоевского, то это действительно все время подходы к одной теме, к одной поэме, по-разному, с разных сторон, что-то более удачное, что-то менее удачное, но тем не менее, это идет, вот этот процесс постижения, познания тайны человека через разные варианты. И когда как раз этот идиот был закончен, то Достоевский, он в это время находится за границей с Анной Григорьевной, он пережил смерть своего первенца, первой дочери Софии, но через некоторое время у него появляется снова ребенок Люба, то есть вот такие мощные там эмоциональные перепады. И он вот закончил большую работу, он вот родил ребенка, и он задумывается над тем, что вот нужно поэму все-таки проработать. Значит, он задумывает план, который он назовет «Житие великого грешника», и этот план по его мысли должно было состоять из пяти книг, из пяти отдельных повестей, самостоять по своему составу. И вот я лучше, наверное, сейчас прочитаю, как он сам объясняет этот замысел в письме своему другу и конфиденту поэту Павлу Майкл, с которым он дружит с юности. Он пишет, что это будет мой последний роман, объемом двойной мир, и идею вы похвалите, сколько я, по крайней мере, соображаюсь с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей. Повести совершенно отдельно одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Профессиональный писатель, продажу писатель отдельно. Роман-то последний, незаветный, но тем не менее. Первую повесть, значит, он определяет в один журнал, а тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть «Житие великого грешника», но каждый поезд будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проводится во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь. Существование Божие. Герои в продолжении жизни – то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. Вторая повесть будет происходить в самом монастыре. На эту вторую повесть я высложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не все писал пустяки. Это после преступления и наказания идиот. Не все пустяки писал. «Хочу выставить во второй повести главный ГВ Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже горе и будет проживать в монастыре на Спаркове. Тринадцатилетний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развратный, отвращенный, я этот тип знаю, будущий герой всего романа, посаженный родителям для обучения. Волчонок и неглист-ребенок сходятся с Тихоном». И дальше он говорит, вот это вот главная моя заветная мысль, вот эта встреча двух совершенно противоположных людей и как они находят, и как они вот в этом взаимодействии рождается нечто новое. Но дальше он, это только две книги, он проговаривает, вот у него как, вот у него чем занята голова, чем занята душа, вот таким заветным исследованием современного русского человека. Потому что Светский он всегда думал очень конкретно и очень, так сказать, не вообще о человеке человечестве, о русском человеке и о современном русском человеке. Тоже особенность его писательского мышления. И вот с этим связано другое условие, которое он называет впечатлением. И он говорит, что для романа нужно какое-то сильное одно или два впечатления. Он так вот, даже готов, вот немного эти впечатления, но одно или два. И это связано, конечно, с тем, что сам он был человеком очень впечатлительным, он был очень эмоциональным, очень живым, откликающимся на жизнь. Но впечатлительным не только, не просто вот в смысле, что такая подвижная психика. Это впечатлительность, впечатлительность Достоевского, она особенная. Это впечатлительность именно такой особой глубины. Не просто там происшествия какие-то волнует или какие-то картины, а те, которые заключают в себе некий глубинный смысл, некую какую-то глубинную правду. Вот эти впечатления, об этих идет речь, а не о всех подряд. И вот в это время, в конце 1969 года, такое впечатление вдруг образуется. И это убийство Нечаевым и его группы сторонников, студента Иванова. 21 ноября 1869 года в Москве на территории Петровской земледельческой академии Нечаев. Молодой, деятельный, энергичный негилист, эволюционер, аферист. Человек, который везде чему-то поучился, но нигде ничему не научился и не выучился. Кроме вот умения разжигать смолду, манипулировать людьми, подчинять их человеку с такой особой диктаторской склонностью. При этом он идет к своей цели, не внушаясь никакими приемами. В частности, один из таких ходов он уезжает на некоторое время в Швейцарию, за границу, где он встречается с Бакуниным, встречается с Огаревым, со старшим поколением инакомыслящих, находящихся в эмиграции, деятелей эволюционного движения. Бакунин уже к этому времени уже идеолог анархизма. Ну а Огарев вместе с Гербсоном – это тоже еще один центр революционной мысли и движения. Там все сложно, там не все однозначно. Но, тем не менее, татенция на свержение самодержавия, уничтожение существующей социальной структуры – неизвестно, что потом. Предположительной программы нет на самом деле у этих эволюционеров. Так, общие какие-то есть прочитанные идеи из социалистических утопистов Франции. Кто-то там Фурье, Прудон и так далее. Но своей конкретно исторической, связанной с реальной историей, с реальной страной, с реальным народом – там нет программы. Есть только общие какие-то фантазии, скажем так, на политические темы. Но при этом еще вот такая страстная ненависть к существующему порядку. Притом, я обращаю вас внимание, что действие происходит в конце 60-х годов, когда крепостное право отменено. Одно дело, когда это была борьба и старшее поколение революционеров, оно выросло именно на этой идее отмены крепостного раута, борьбы с самодержавиями именно в этом аспекте. Но уже к моменту нечаянного вопрос – этот рисун. Другое дело, что он не рисун может быть абсолютным, об этом не рисун к всеобщему удовлетворению и вызывает вопросы. Но рабства нету в России. Все. И Россия находится вот в таком периоде изменений, преобразований. Реформы нам так понятных, по-нашему, для многих, я думаю, лично вот этих 90-х, 2000-х годов, когда решительно начинается преобразование. И понятно нам и сложность этих процессов сегодня, когда прошло уже больше, скоро будет 30 лет перестройки. Мы понимаем теперь эту сложность. И нам понятно, что и вот будучи современниками тех событий, очень трудно было вообще оценить их масштаб и перспективы. И, конечно, всем хотелось поскорее и побыстрее этой свободы, этой демократии и всего-всего-всего, что мы, так сказать, получили потом. И то же самое в эти 60-е годы. Вот начались реформы, но тут же аппетит приходит во время еды. Давайте еще, еще больше, быстрее. Да? Еще стремительно. Давайте полному уже вот. Отменили крепостное рабство. И вообще и самодержавие, и всю систему, и весь строй. Все надо снести до основания. Что там за тем, непонятно. До основания надо снести. Вот. И Нечаев, который приезжает вот и встречается с этими людьми, он получает от них тоже фиктивные какие-то документы. Что Бакунин говорит о каком-то российском отделении международного революционного комитета, несуществующего. От имени этого несуществующего комитета он выдает Нечаеву некую бумагу. Нечаев уже за подписью Бакунина в реоле вот этой, так сказать, приближенности к лидерам. А они уже с именем и Бакунин, и Гербсон, конечно, «Колокол», вы помните, он читался в 60-е годы. В России с особым 50-х, начале 60-х особым воением. И, конечно, эти идеи, которые публиковались на странице «Колокол», они находили поддержку в эквивалюционной среде. Он, как их представитель, приезжает в Россию, в Москву и начинает тут выстраивать свою организацию, которую немного и немало называют «Народная расправа». Которая предполагает именно большую смуту. Он пишет катехизис революционера, где прописывает механизм взаимодействия революционерам внутри организации и революционерам по отношению к обществу. Внутри организации там жесткая дисциплина, иерархия, несколько уровней посвящения, где есть диктатор, условно говоря, есть два-три приближенных к нему человека. И дальше вот такая пирамида выстраивается из остальных фигур, которым отводится роль фактически просто пешек. Которые должны по мысли Нечаева в нужный момент, в нужный час, когда им дадут команду выйти и не спрашивать ничего вступить в бой. Словно говоря, где и с кем им скажут. Вот это одна часть. Другая часть – это взаимоотношения революционеров с обществом. Там другая. Там как раз идея того, что революционер должен проникнуть во все… – он должен овладеть разными личинами, проникнуть во все слои общества, и в высокие, и в аристократические, и во власти, и в бюрократию, и военную, и в среду, и в литераторов. И там вести эту свою пропаганду и разлагать тем образом вот эти вот социальные страты. И вот с этими идеями он оказывается, он подбирает, он собирает, он агитирует. Он лично харизматичное, очень яркое, способное подчинить волю окружающих. Он создает грубую некую вот на такой именно, так сказать, основе такого глубокого подчинения. Но находит, встречает протесты, он, наверное, не осыданный для него. Некий студент Иванов, Иван Иванов, человек очень порядочный, человек самостоятельного мышления. Он выступает с критикой, и более того, он говорит, что он больше не будет участвовать вот в этих играх. И Нинчаев принимает решение расправиться с ним, казнить его. Притом опять мотивируя тем, что он, вот сейчас раскаившись, пойдет и несет полиции третьему отделению, существующую организацию, и все будут арестованы, и дело погибнет. Вот. И вот происходит это убийство. И это, что важно, первое политическое убийство в России. Вот в истории России первое политическое убийство. Почему оно так и прозвучало тогда вообще в обществе? Потому что когда начался процесс, то были привлечены к работе все самые крупные юридические силы. Следственные, и прокурорские, и адвокатские. И это дело широко освещалось в прессе, но публиковались подробные отчеты, материалы, которые были собраны следствием, публиковались. Россия впервые это переживала. И Достоевский тоже, конечно, как нерв России, откликнулся мгновенно на это событие. Тем более, что у него к этому времени уже был свой исчет и свой опыт. У него был свой исчет к западной цивилизации и к идеям Запада, которые транслировались вот либералами, и в том числе вот и Кировским Огаревым, другими идеологами. Он с ними постоянно полемизировал, при том и публично, и лично, потому что со всеми был знаком, и в переписках, не открывая свои позиции. И вот такой результат, когда жертвой, первой жертвой революции оказался даже не кто-то там из врагов революции, а один из возможных и предполагаемых деятелей революции. Это было, конечно, таким разоблачением сразу, с первого шага этого разоблачения, вот всей этой аферы большой. И пролилась молодая кровь, пролилась кровь честного и искреннего человека, который восстал против вот этого безобразия. Достоевский решил, не мог удержаться от того, чтобы, ну, надо наконец отвечать уже, нельзя уже просто молчать, нельзя только вот какому-то личному кругу, надо ответить серьезно. И он начинает, включается в работу над Романом, в котором он хочет наказать ответственных, в первую очередь, вот старшее поколение нигилистов, которое воспитало вот это вот следующее, которое уже не думает, а просто делает. И что, оценить здесь как бы страх Достоевского, вот, что он пишет, послушаем. Кстати, страха он пишет в феврале. Сел на богатую идею, не про исполнение говорю, а про идею. Одна из тех людей, которые имеют несомненный эффект в публике, вроде преступления и наказания. Но еще ближе, еще насущнее в действительности, прямо касается самого важного современного вопроса. Кончу я осенью, не спешу и не тороплюсь, постараюсь, чтобы осенью же можно было запечатать. Только уж слишком горячая тема. «Никогда я не работал с таким наслаждением и с такой легкостью». Это вот он передает свое состояние. А вот страхову как раз, да, он пишет в эти же дни буквально, на следующий день более подробно. Я откровенно вам все объясню. На вещь, которую я теперь пишу в русской вестнике, сильно надеюсь. Но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть парфлет, но я выскажусь». И здесь же он пишет в связи с Герлсоном, что надо отвечать. «По озаробнее, погрубее. Нигилисты и западники требуют окончательной плети». Вот пафос с таким Достоевский начинает работу над бесами. Вот еще Майкл он пишет. «То, что пишу – вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. Вот за пятна про меня нигилисты и западники, что ретроград. Зачем с ними? А я до последнего слова выскажусь». Высказаться до последнего слова вопреки художественности, вопреки своей репутации. Среди либеральной общественности. И, действительно, ему легко работать. Но, вот я почему говорю личное дело. Здесь Нечаевы – это девичья фамилия матери. То есть по матери Достоевский Нечаев. Понимаете? Вот происходит такое катастрофическое событие, во главе которого стоит человек с фактически его фамилией. Для впечатлительного человека, для эмоционального человека, конечно, это чрезвычайно, так сказать, еще один стимул. Он и в себя заглянуть даст. Ведь было же это прошлое, вот то Петрашевское, где тоже революционное. И вот это вот Нечаевым я мог быть и не стал, но Нечаевцем мог бы быть. Это, конечно, отсылка к этим 40-х годам. Но, кроме Нечаева, там еще одно совпадение. Студент Иванов, фамилия Ивановых, фамилию носит его сестра и его любимая племянница, которой, кстати, посвящен роману «Деву и София» Иванову. То есть это тоже своя фамилия, свое имя. Там Нечаев, тут Иванов, но это в одной семье как-то происходит. И это тоже будоражит сознание. Но еще одно обстоятельство. Студентом этой Петровской земледельческой академии был брат его супруги Анны Григорьевны, Иван Григорьевич Сниткин, который знал, кстати, Иванова лично. То есть это было до одного рукопожатия, что называется, дело. И по ряду обстоятельств Иван Григорьевич оказался в это время в трехдере. Достоевский его, как Анна Григорьевна вспоминала потом, что Достоевский, который внимательно следил за прессой не только российской, но и западной, где публиковалась более, так сказать, подробная, более открытая информация об общественной жизни России. Так вот, у него, она говорит, возникло ощущение, что в ближайшее время произойдет какое-то событие, какое-то революционное потрясение именно в стенах этой Петровской земледельческой академии. И, чтобы уберечь от возможной какой-то связи брата с этими событиями, он выписывает его на некоторое время, на каникулы суда Андреевна, где они сейчас находятся вместе с супругой. И если бы этого не было, еще неизвестно, как бы была судьба Ивана Григорьевича сложилась. Он был человек очень мягкий и впечатлительный тоже. И мог вполне попасть тоже к факту влияния того же Нечаева и быть вовлеченным в это преступление. И тогда вообще полная катастрофа в семье. Ну, то есть, как бы вот, молния ударила, но рядом. Но настолько рядом, что все содрогнулось в сердце. И Нечаев, и Иванов, и Сниткин. Да, кроме того, когда стали публиковаться уже отчеты, то в списке участников этого убийства, среди прочих, Достоевский встречает фамилию Прыжов, Иван Прыжов. А Иван Прыжов – это просто, простите, опять же, сосед по квартире детства. Отец Прыжова был писарем в Мринской больнице для бедных, в той самой Мринской больнице для бедных, в которой отец Достоевский Михаил Андреевич Достоевский служил. И они жили там в казенных квартирах во флигелях. Вот сейчас в одном из них находится музей Достоевского, который я представляю. Так вот, они в одном дворе. Другое дело, что, конечно, там достаточно большая разница в возрасте между Прыжовым и Достоевским. И такого личного контакта, в принципе, не могло быть, но этот контакт мог быть только визуально. Вот где-то там бегает маленький ребенок. Общаться с ним, естественно. А по именам-то всех друг друга знают, понимаете. То есть, опять, вот еще одно какое-то там указание, еще один какой-то знак. Да, и сама эта Петровская земледельческая академия, она находится по соседству, недалеко от Малиной рощи, соседней, так сказать, территории. То есть, то же место знакомое и родное. Да что говорить, вот перед отъездом за границу в 1967 году он только-только женится на Анне Кригорьевне, и Анна Петербуржанка, он везет ее в Москву знакомить с родственниками своими, с теми самыми Ивановым в первую очередь. Ну и она, оказавшись в Москве, конечно, пожелала встретиться с братом Ивановым, который был студентом, да. И они, в принципе, должны были поехать туда вместе, в гости к Ивану Кригорьевичу, туда в Петровскую академию. Но обстоятельства потребовали Достоевскому. Пошел как раз на встречу с редактором Катковым, с которым договорился о авате на работу под новый роман, которым станет идиот. Он был на деловой этой встрече. И Анна Кригорьевна поехала одна туда, в эту Петровскую академию. И она там была, в этом общежитии. Она говорит, много было молодых людей, которые пришли посмотреть на жену Достоевского. И мог быть там Иванов тот самый, среди тех, кто пришел. А если бы Достоевский не поехал на встречу с Катковым, а поехал бы с Анна Кригорьевым туда, он мог бы там опять оказаться в кругу вот этих действующих лиц. То есть опять, смотрите, опять как все близко и все рядом. Но и в завершение, чтобы закончить этот сюжет, там еще одно из действующих лицов. Реальный помощник начальника полиции, такой Алексей Аркадьевич Альфонсов. Он тоже друг детства, фактически, ну как сосед. Он тоже сын одного из врачей Малининской больницы для детства, Аркадьевича Альфонского. У них разница с Достоевским значительно меньше, там пару лет может быть. Поэтому тут уже они были знакомы в детстве. Смотрите, из одного дома, да, убийца, помощник, начальник полиции, который будет вести и это следственное дело. Он вступит в должность ровно в день, когда будет обнаружено дело Иванова. Вот в этот день Аркадьевич Альфонский вступит в свою должность. И ему будет по, так сказать, роду деятельности положено этим заниматься. И Достоевский, который приедет потом в 1971 году, они вернутся с Анной Григорьевной в Москву, в смысле в Петербург, и буквально через две недели по 9 в Москву вести переговоры с Катковым, финансовые в том числе, и проведет в Москве какое-то время. В данном случае тут нет никаких свидетельств и доказательств, но, зная его пристрастность, зная его интерес и имея такое знакомство, он вполне мог с Альфонским встречаться и, может быть, даже выезжать на место. Об этом свидетельствует очень точное изображение вот этого места преступления, которое описано в романе. Оно очень напоминает то, которое было в реальности в Парке Петровской академии. Ну, на самом деле, это я уже, так сказать, говорю как гипотеза, это не моя гипотеза, это был такой исследователь замечательный, Федоров, который вот и раскопал эту биографию, эту линию. Но она примечательна сама по себе, даже если ее не было. Это все равно очень такой густой бульон как-то дожизненных обстоятельств и каких-то смысловых узлов, узелков, которые, конечно, вот это впечатление от политического убийства увеличивают и умножают и превращают уже в личное дело. Это не взгляд со стороны далекий, там только по газетам. Хотя Достоевский напишет, что лично ненечаево, ненечаевцев он не знал, а знал только по газетам. Но, правда, он потом напишет, что и это совершенно ему не нужно было узнать лично, потому что, конечно, это отправная точка, но дальше дело художника. И вот дальше дело художника. Достоевский начинает вот это писать аван-панфлет, где сразу определяется у него позиция отцы и дети старше и младшее поколение революционеров и неглистов. И если у Тургенева отцы и дети конфликт, который провоцируется, условно говоря, детьми по отношению к отцам, то у Достоевского это совсем иным образом переосмысливается. Отцы ответственны за поступки детей. И не случайно одним из главных героев становится Степан Трофимович Верховенский, прототипом которого для себя Достоевский выбрал историка Грановского. И очень подробно первая часть вот она обстраивается вокруг этой фигуры и потом далее тоже он будет играть очень важную роль Степан Трофимович. Человек прекраснодушный, мечтатель, но при этом совершенно безответственный мечтатель. Человек, который может увлечь, но который в итоге порождает хаос и порождает в идеологическом плане. Потому что Ставрогин – это его непосредственный ученик. И в плане деятелем, потому что Петрушев Верховенский – его сын, которого он бросил, которого он видел всего два раза в жизни. И Петрушев Верховенский – это вот такой сирота при живом отце. И какие там в душе этого ребенка рождаются планы, мести отцу. Об этом, кстати, будет роман «Подросток» от Аркадия и Верхилова. Это как бы попытка изобразить эту ситуацию с другой точки зрения. Если Верховенского Достоевский не раскрывает этот период подросткового становления в условиях безотцовщины, то в «Подростке» как раз именно эта история и анализируется. Но проходит какое-то время, и он работает действительно увлеченно. Пишет 15 листов, достаточно большой объем. Но чем дальше он раскручивает вот этот памфлет, где он всячески создает ситуации разоблачающие сатеническо-карикатурного плана, тем больше он убеждается, тем ему скучнее становится с этими героями. И после таких титанических фигур, как Раскольников и Мыскин, Петруша Верховенский, Степан Трофимович Верховенский – все это мелко. И он разочаровывается, он начинает искать героев. Он начинает искать какую-то более глубинную историю, которая бы этот скверный анекдот превратила в трагедию. В «Черновиках» постоянно возникает этот вопрос – в чем же трагизм, где трагизм? Вот это слово – трагизм, трагедия – это его задача, он видит мир в трагических тонах. История эта действительно трагическая, но так как она вырисовывается в этих событиях, которые он придумал в связи с этими героями, она не несет подлинного, глубинного трагизма. Потому что убийство, смерть – да, мы обычно это называем словом трагедия, но вообще это, так сказать, трагедия личная этого человека. А вот для Достоевского его интересует этот метафизический аспект. И летом 70-го года происходит переосмысление, и он отбрасывает вот эту уже большую часть работы, он ее забраковывает, вычеркивает фактически. И начинает писать нагло, он находит, после такого сложного, долгого периода размышлений, находит нового героя. Он появлялся и в самом начале, то есть он обозначен уже и в самом начале этот герой. Он в той интриге, которую затеивает Петрушев Играховенский, участвует и на первом этапе он носит в «Черриках» имя князь. Но фигура этого князя пока такая она, самому Достоевскому не очень ясная. Он то его делает вот таким разочаровавшимся аристократом, потерявшим веру в Бога и ищущим. То он его делает человеком, наоборот, как бы уже поднимающимся из вот этой пучины безберия и находящего, открывающего пути к преображению, к воскресению души. В какой-то момент он даже напоминает чем-то вышки на одном из этапов разработки. Но все это все равно в общей интриге. Главные остаются вот эти, это пар Петруши и впоследствии, естественно. Грановский ничерев, он его называет в «Черриках» по именам, прототипам. А вот там летом происходит нечто, что карминально меняет структуру образа князя. И, возможно, это было связано с тем, что Достоевский начинает понимать, что он увяз в этом романе так, что он его планировал к осени, не спеша закончить, вот когда читал его письмо. И что идет у него на первом этапе, когда я цитировал эти письма, что все идет легко и он как-то уверен в себе. Он понимает, что он здесь всерьез и надул, вот в этой кармане. И тот план Закия великого грешника, который он отложил на несколько месяцев, он откладывается именно на несколько месяцев. А поскольку он все время живет, вот каждый день как последний, потому что падучая его преследует, и падучая – это болезнь, которая стекает в самый неожиданный момент и может в любой момент завершиться летальным исходом. Как раз изменения происходят после целого приступа, целый месяц, у него почти каждую неделю происходят эти приступы падучей. И вот после этого он откладывает, переделывает, переосмысляет задачу романа, и он туда вводит этого героя, этого масштаба, масштаба жития великого грешника. Фигуру, которую Настоевский увидел и открыл в юности своей, вот тогда, в сороковые годы, когда он оказался в кругу Петрашевского. И там, в этом кругу, он встретил еще одно лицо, роль которого в судьбе Достоевского такая загадочная, наверное, до сих пор ее, наверное, не только до сих пор, наверное, ее уже невозможно точно восстановить, о которой Достоевский при жизни вообще никак не упоминал, не говорил, и она всплыла только уже после смерти ее роль этой фигуры в жизни Достоевского. Это Николай Спешнев. Николай Спешнев тоже один из таких интеллектуальных лидеров вот той поры общественной мысли, которая формировалась в конце сороковых годов на волне революционных идей, развивавшихся в Европе, с одной стороны, с другой стороны, на основе вот этого страстного неприятия обществом положения, когда полстраны находится в рабстве, да, и вот все свободно мыслящее, не свободно, а честно мыслящее, скажем так, все честно мыслящее, вся общественность, она, конечно, была... она была вся захвачена этими мыслями, как освободиться от этого верма. Разные были предложения, славянофилы предлагали одни программы, государственники, бюрократы, другие программы, все мысль кипела, ну а либералы, радикалы, они видели это преодоление на пути восстания, на пути борьбы. Но если Петрашевский был таким пропагандистом в первую очередь, то вот Спешнев, как выяснилось потом, он был деятелем. И сам Достоевский тогда же отделял и противопоставлял эти две фигуры. И про Петрашевского он говорил, что это словоблуд, что человек с шатающимися мыслями, все у него перепутано, психически не равновешенность. К Петрашевскому Достоевский относился весьма скептически, как к фигуре, такой политической. И Петер поставлял ее именно Спешневу. Это стало известно после смерти Достоевского в воспоминаниях Майкова. Майков, который тоже был близок в это время Павловича и у Петрашевского на встречах. Но он единственный, кстати, кто не был арестован по делу Петрашевского, потому что он действительно так сбоку там находился. Больше чем Достоевского. Но вот он потом напишет воспоминания, где он расскажет о том, как вдруг Достоевский переменился из человека, который был вот таким скептиком и осторожным человеком в отношении со всеми детьми. И в первую очередь за Спешневым. Вдруг он превратился в некоего активного пропагандиста. И Майков вспоминает сцену, как однажды они ночевали вместе. Достоевский возбужденно агитировал Майкова за то, чтобы он включился в некую группу, в которой уже есть человек, но о которой никто не знает, о которой никто не подозревает. И вот эта сила, эта настоящая сила, там будет настоящее дело. Это настоящее дело, это подпольная типография, которая будет заниматься пропагандой и распространением вот этих революционных идей. Типография, которая, как вы помните, появится в романе «Бесы», которую закопает Шатов и в которой, собственно, он будет убит. Эта типография оказывается, вот эта шатовская типография, она оказывается реальной типографией, но типографией, которой Достоевский был частично причастен. Напрямую нет, но он знал о ней, он о ней говорил. И, возможно, если бы, так сказать, не арест и последующее действие, то мог бы там проявить себя и иначе. По счастливым со стечением обстоятельств эта типография не была приобщена к следственному делу. Так получилось, что она находилась в собранном виде на квартире у одного из членов Крупска спешного Мордвинова. И, как объясняют, опять же, мемористы, у него в комнате было много других разных препаратов, колбы какие-то там и так далее. И полицейские, которые описывали этот кабинет, они якобы не разобрались, что это такое и не обратили внимания на эту типографию. А потом двери были опечатаны, но родственники Мордвинова, когда ушли полицейские, сняли с петель эти двери и, снимая печать, вынесли эту типографию и потом ее куда-то следом ее простыло. Тут одна деталь, Мордвинов был сыном сенатора Мордвинова. И я думаю, что и действия полицейских, которые не разобрались, что там среди колб стоит. И все последующее связано все-таки с этим обстоятельством, как мы сегодня знаем, как часто бывают дети сенаторов, все-таки не совсем попадают под общую раздачу. И о типографии один раз только упоминается в следственном деле, и они, когда напрашивают всех подробно о том, что он сказал про типографию, в одном месте упоминается, и как будто ее потом больше нет. Ни один следователь не задает больше никаких вопросов. Но она была, и Достоевский был к этому причастен, и не случайно потом Достоевский говорил о том, что он отбывал наказание за настоящее преступление внутри. Он понимал, что было это преступление, только оно, слава Богу, не было раскрыто, потому что если бы оно было раскрыто, то там совсем другие сроки, совсем другое бы наказание, и судьба была бы совсем ноль. Так вот, Спешнев, каким образом он залучил к себе Достоевского в свои тенеты? Опять же, это тайна, хотя есть некоторые ее следы в воспоминаниях другого друга Достоевского, друга полу Достейновского, который рассказывает о том, как однажды Достоевский пришел к нему с совершенно искореженным и перекошенным лицом и сказал, понимаете, вот Спешнев дал мне, он всегда дал мне 500 рублей, вот с тем, что я никогда ему больше про это деньги не напоминал. И вы понимаете, что теперь у меня появился свой мефистофель. То есть, что там произошло, какой уговор на каких условиях получил эти деньги Достоевский, как он должен был их отрабатывать, мы не знаем, никаких документов нет. Хотя известно, опять же, черновик некой этой расписки, которую предполагал Спешнев распространить среди своих членов своего кружка, где как раз там фактически воля этого члена кружка подчинялась воле Спешнева, и он должен был выполнять те задания, которые были предприняты. Задача Спешнева была, вот в этой записке прописана совершенно четко, драка, бой, уничтожение, то есть такой радикальный, бунтарский, ну нельзя его назвать эволюционным, но такой террористический какой-то акт, который должен был привести в определенный момент, когда сложились обстоятельства, привести к всеобщей смуте, к всеобщему разгону. И Достоевский, конечно, вспомнил и пережил это все, и выстроил и вспомнил эту фигуру Спешнева, который тогда стал его миссистофелем, который тогда покорил его волю и чувства, и который остался для него вот этой вот темной силой, которая имеет власть над душой любовью, и против которой противостоять нельзя. И силы это носят какой-то некий демонический характер. Спешнев был крайним атеистом, был и остался, и после катарги он вышел, и у него сложилась вполне приличная такая бюрократическая карьера. Но это уже другая история, которую Достоевский суток уже в своей жизни. Спешнев для него это вот тот демон его средневековых годов, влияние которого он попал. И он пытается, решается в своем романе вот этого демона вывести. Потому что он понимает, что это нечто метафизическое. Потому что это личность, обладающая силой небывалого баяния, небывалой красоты Спешнева. Невероятно был хорош собой. Человек, который привлекает к себе и образованностью, и культурой, и вовлекает в свой круг и женщин, и мужчин, и всех возрастов. Все ему покоряются, все ему подчиняются, но обладает вот этой какой-то силой. При этом сила эта, темная эта сила, которая внутри себе, это вот такая черная дыра, которая втягивает в себя и грозит к разрушению. Вот то личное дело, которое Достоевский решается представить и понять в романе «Бесы», в окончательном его варианте. Когда он открывает, что не просто социальные обстоятельства, не просто стечение каких-то идей. А наличие в мире темной силы, вот этой мистической силы, которая готова, которая способна противостоять и бросить вызов создателю, вот она приводит к смущению умов и к смутью всеобщей. И Достоевский художествен пытается преодолеть эту силу, создавая совершенно разные ситуации и, в конце концов, приводя его к самоустреблению. Сила, вот последние строки романа, если вы вспомните, это записка, которая находится рядом с телом Староброгена, висящего в петле. Тут же на столе лежал молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно предназначенный в прозапас. Странный набор, если вдуматься в эту картину. Зачем еще гвоздь? Ну так же, если подумать, вот петлю накинул и так далее, что там оправалось и потом полез снова добивать второй гвоздь или еще что это такое вообще. Этот натюрморт, если можно так сказать, мыло-гвоздь, молоток, он символический, он присутствует в символических картинах христианского содержания. У нас есть такой жанр, изображение младенца христа, спящего на кресте и рядом с ним лежат атрибуты страстей. В том числе и там Терновая Венецкая, молоток и гвоздь. Вот Староброген это фигура, которая отрицает с одной стороны Христата и в то же время она могла бы быть предназначена и к великой жертве. Тогда это было бы сиянье. Но оказалась не способна к этой жертве и была внезрнута в полное отрицание, потому что петля это петля Иуды. Это не крест Христа, а петля Иуды. Вот какой приговор выносит своему герою Достоевский. Время, стекло, как мне подсказываете. Время, стекло. Потому что делалось это для вас. Так бы мы могли это сделать местным разговором. Потому что прежде всего актеры здесь нервничали, сидели, убежали гримироваться. Будут готовиться спектакль. Да, интересно ли продолжать вот такой цикл лекций для жителей. Если есть какие-то интересы, прекрасно, но если можно напишите тоже отзывы, чтобы мы это помнили. Не будем продолжать тогда, потому что нам все равно хотелось, такая просветительская функция театра, она вроде бы уходит на второй план за развлекательный в последнее время. Но мне кажется, действительно, вот, например, Дмитрий Акимов, режиссер спектакля «Беса», он уезжает и сказал, что самое большое впечатление на него произвел березняковский зритель. Потому что он говорит, не везде можно встретить такого думающего и интересного собеседника. И когда меня спрашивают, в чем уникальность березняковского театра, я говорю, чаще всего, что это зрители. Потому что труп достаточно сложный репертуар. Мы пытаемся говорить и на философские темы, и не так много, вроде бы, в репертуаре театра развлекательного спектакля. Они есть, но основная часть все-таки идет на то, чтобы поговорить и вместе о чем-то подумать. То есть вот такие циклы интересные. Вопросы какие-то есть, друзья мои? Или пока нужно переварить информацию? Прекрасно. Мы собрали про образы Верховенского. А чуть погромче, простите. Мы собрали образы Верховенского и Стаброгена. Хотелось признать, что это про образ Кириллова. Про образ Кириллова. Про образ Кириллова. Это такой… Он, кстати, появляется очень поздно в этой работе. Один из последних появляется Кириллов в романе. И это действительно фигура трагическая, которая показывает крайнюю степень, к чему логически атеист приходит. Он приходит вот к этому великому самозванству, где провозглашается «Бог – это я». И дальше логический выход из этого самозванства. То есть это крайняя степень атеизма. Логически представленная и изображенная Достоевским в его понимании, в его художественной и философской логике. Которая он, смотрите, Кириллов и себя уничтожает, и тащит за собой, шатывает. Принимает на себя, если бы не эта возможность, может быть… Ну, Петруша бы, наверное, не остановился. Петруша год тот еще. Но это, по крайней мере, ему развязало руки. То есть Кириллов – соучастник убийства шатова. С какой стати, почему? Бог. И в сложной системе верований, которая была выстроена в романе, там есть Лёдышатов, есть Таврогин, есть Слепан Трофимович. Это было необходимое звено. Это был необходимый элемент в этой большой картине безверия и смуты духовной, который изображал Достоевский в Петербурге. Еще одна, как бы, упостась бесовства. То есть, может, такое взятное слово говорится – поставить бесовство. Правильно. Спасибо. Да. Друзья мои, просто я, действительно, уже готовился совсем к спектаклю уже. Если есть какие-то еще вопросы, может быть, я сейчас согласиться, вот еще в поекте кто-то подойдет. Лично, да? Побеседовать. А сейчас огромное всем спасибо, еще раз аплодисменты. Спасибо.